А из Милиции были разные мнения все-таки насчет того, город, остаться ли городом или нет? Ну, люди как-то высказали свое мнение. Они сказали, что город Чикарин был городом. А инициировали вот этот вопрос? Кто инициировал? Ну, как бы, понимаете, это было, люди, возникали такие вопросы, численность населения уменьшается, поэтому, само по собой, возник такой вопрос, и люди сами... Ну, это с областной администрацией, да? Или с районной администрацией? Это, понимаете, это как бы вопрос назрел такой, поэтому были какие-то определенные мнения, поэтому просто выслушали людей по этому поводу, вот, и они приняли решение, что все-таки должен быть город. Ну, если бы город переименовали в село, то здесь было поменьше платить свет, коммуналку. Вы пошли на его? Ну, все равно. Вот оно. Да? Да. На счетчик, на счетчик, на счетчик, заплатишь. А сколько у вас получается коммуналка в месяц? А черти знать, я не знаю, сколько оно получается. Понятно. Принесу квитанцию, платить за газ, нет, газ у меня нет, за свет и там еще, вот, а газа нет. Черт знает, не знаю, принесет, сколько платить я уже. А вы не платите, что ли? Нет, почему, я плачу. Платите? Конечно. Хватает вообще пенсии-то? Да ладно. Хватает. Хватает. Пенсия. Вот. Мне на пропитание-то еле-еле. Какая там пенсия? Восемь тысяч. Работала всю жизнь. Сколько в году отработала. В комбинате работала. И ничего и не заработала, еле-еле вот эти денежки. Люди считают себя горожанами, хотя он мало походит на город. Когда я въезжал в этот город, меня назначили, вот, въехал на горочку, проехав Аку, вот, спрашиваю, а где город Чикалин? Местные жители, которые стали, вот, выход уже в нем. Посмотрев, конечно, он разительно отличается от города. Даже он на поселок городского типа, как бы, и не похож. Но, въехав в центр, очень красиво, хорошо. Вот, местная такая вот достопримечательность. А есть какие-то цветы истории, связанные с этим городом? Вот есть какие-то, вот, всякие, достаточно наголенные места? Ну, это очень намоленное место, конечно. Земля вообще-то вся святая. Если вот, сказать, вот 13 храмов было, два монастыря мужские и женские, то, конечно, это место очень намоленное и святое. Вот, и вот, очень отражается даже, вот, на жителях. Ну, таких историй, связанных с этим городом, нет такой выписи, может быть? Ну, конкретно я что-то так вот не могу сказать. Вот, ну, то, что вот из икон, которые здесь находятся, вы смотрите, они все-таки более-менее такие древние. Вот, и люди приносили, и с желанием это жертвами на храм украшали. То это все-таки у нас мощи есть, вот, мощи Софии Суздальской. Вот, маленькие частички, но, тем не менее, вот у нас есть, вот она, частичка Софии Суздальской. Город хотели перевезти в сельское... А кто это хотел? Ну, как выразилось, мне сказали, первое было, сказать, депутаты. Стало выяснять, они сказали, нет, мы никакой отношения не имеем. Да нет, это все самое простое. Ну, население России, вы сами знаете, что сокращается. И поэтому в целях того, что надо соединить мелкие поселения... Это обоснование, почему, а кто все-таки? Вот, кто это сказал? Да, вот скажите, зачем, кто? Процесс, который идет в государстве, в котором мы видим, что, что вы не видите, нет селений, иные уже ушли, людей-то нет, мы кричим... А если мы переведем сельское местность, разве к нам люди придут? Еще хуже не придут? Это другой вопрос, вы представляете. Да, потому что, если будет город, молодежь... Одно слово, город Чекалин. Нет. А если он будет поселок Чекалин, а у нас все уже в поселке. А маленький город, наш маленький, тот, который отстояли его, и от татаров, и военное, что у нас даже мальчика повесили немцы, одно слово, Саша Чекалин. Уже дети историю вот эту... Что вы так их убежали? Там в тексте написано, что это районная администрация предлагала. Ну как, она же у нас, любое управление-то как-то идет сверху, правильно? Не, люди должны изучить, в любом случае. Ну здесь же дано свыше, не только дано это нашей администрации, это же в области процесс идет. Ну понятно, понятно. Ну эти процессы... Ну это вы должны там задать вопрос, какая у вас была цель... А вы так и не вывести любое такое. Нет. А зачем? Извините. А зачем? Мы сами видим, что население-то уменьшается. Понимаете? Это разумно того, что, да, неудобно личностям, что ездить и неудобно. Еще дороги у нас, может быть, до некоторых населенных пунктов. Но в сущности-то, если говорить по-государственному, ну и что у нас плодилось столько начальников? Ну а в сущности, опять же, будет против народа. Против. Когда у нас ходят через каждую часть, как город, автобусы. А то будут ходить два раза. Ну уж уж ранено. Утром и вечером. Ранено. Понимаете, как это сделают для населения? Сейчас идет борьба за население. Ага. За население. А то, что дотации сельские могли получить люди. А зачем? Люди сказали, а нам не надо. Мы лучше пройдем. Против дотации. Вот меньше будут платить сельские. А, ну это вы по-современному по себе судите. Да. Что копейка прежде всего. Понимаете? А еще есть история России. И местное население древнее. Поэтому оно так сработало. Нет, нет. Я просто к тому, что у вас это... Вы говорите, вот ваша точка зрения. Это точка зрения всех? Или все-таки люди... Некоторые одни говорят одно, а некоторые другие говорят. Все были за. Нет. Или тогда. Или сейчас. Нет. Вы правильно задали вопрос. Не может быть в этом обществе, что все одинаково подстричь. Нет. Нет. Есть были люди, которые за это. Но они не местные. Они не прониклись в историю города. То есть они не поняли. Они в современное время живут. А люди, которые, казалось, в наш Лихвин приехали с окрестных деревень, они поняли. Дух этот поняли. И понимают. Понимают о том, что история есть, которую нельзя разрушать.